Добрый вечер, дорогие друзья! Сейчас мы начнем для вас концерт, который мы назвали концерт-лекцией. Название получилось, конечно же, не случайно, потому что концертов клезмерской музыки здесь достаточно часто происходит, их достаточно много, и многие из вас, я думаю, достаточно регулярно бывают на этих мероприятиях и слушают любимую клезмерскую музыку. Сегодня же мы будем много об этой музыке говорить, но я надеюсь, никто не боится этого скучного слова лекция, я постараюсь, чтобы скучно не было, и мои коллеги тоже. Нам бы хотелось сегодня осветить несколько тем, касающихся клезмерской музыки. Ну, что касается ее происхождения, веков, исполнителей, мы, конечно, этого коснемся, но, в принципе, любой интересующийся клезмерской музыкой легко может узнать эту информацию в свободном доступе в интернете или пообщавшись с более сведущими друзьями, поэтому эта тема такая, ну, не секрет. Мне хотелось бы сегодня в первую очередь приоткрыть действительно завесу тайны, которая окружает реальную клезмерскую работу. Причем в этой реальной клезмерской работе мы, современные клезмеры, являемся непосредственными наследниками самых-самых древних клезмерских традиций. И, скажем так, сейчас так работают профессиональные клезмеры. В прошлом веке, в девятнадцатом веке так работали клезмеры, в эпоху баронка так работали клезмеры. Принципы эти были всегда одними и теми же. И, что самое главное, другие музыканты, на сегодняшний день это музыканты академического направления или просто специалисты по классической музыке, никогда, никакие другие музыканты, кроме самих клезмеров, не знали, как работать над клезмерской музыкой. И, собственно, поэтому клезмерских музыкантов до сих пор очень и очень немного по сравнению с основной массой существующих музыкантов. Мы сегодня раскроем некоторые тайны о том, что такое на самом деле клезмерская музыка и как мы с ней работаем. А сейчас я приглашаю на сцену ансамбль традиционной еврейской музыки Йосеф Кабель. Встречайте! Дорогие друзья, прежде чем мы не начали играть, те, кто еще не отключил звук в мобильных телефонах, имеют возможность это сделать. Играет музыка Амблиан Субтитры создавал DimaTorzok СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Дорогие друзья, я вынужден признать, что моя попытка показать простую и, ну не скажу скучную, еврейскую музыку бесславно провалилась, потому что мои коллеги не согласны с тем, что это можно сыграть просто. Все равно получилось разнообразно. Ну что ж, я не оставлю, вторая попытка тоже будет, но она будет чуть позже показать скучную еврейскую музыку, чтобы можно было продемонстрировать, что мы из нее можем сделать сами. Ну а сейчас, поскольку мы заговорили о себе, о живой еврейской традиции, сейчас я приглашаю на сцену замечательного идишского певца Игоря Белого. Песня, которую мы сейчас исполним, называется «Боршки». По-русски обозначает «борщ». Это шуточная песня о столетней давности. «Ах, какой вкусный борщ! Никогда такого не едал. Пожалуй, я и тебя теперь не забуду. Ты перевернула всю мою жизнь. Наверное, я тебя люблю. Послушай-ка, если дело в материальной стороне, моя мать продаст дом. А если дело в моем происхождении, мой дед был раввином. Так что давай-ка готовить свадьбу. Тем более, что я уже старый и больной. Отличный борщ. Я точно тебя люблю. С этого дня и до кровавой доски». «Ах, какой вкусный борщ!» «Ах, какой вкусный борщ!» «Ах, какой вкусный город?» «Ах, какой вкусный борщ!» Субтитры подогнали Симон. 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 Игоря Белого Игорь 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 Белого Он писал и музыку, и слова, но никогда не занимался этим профессионалом. Он жил в Кракове в 30-е годы 20-го века и всю жизнь работал плотником. Ну, разве что во время работы иногда что-нибудь напевает или сочиняет. Так и рождаются удивительные песни, которые разлетаются буквально по Кракову из-за его окрестностей. Ноты помогали ему записать его друзья. И, конечно, сам Бардехай Гибиртик, хоть и играл на флейте, но так, стихийно, нот он не знал. Любая народная песня, такая вот авторская, обязательно становится связана с еврейским театром. И в этом случае тоже было так. Бардехай Гибиртик участвовал в постановках местного народного театра, писал жанровые песенки к этим спектаклям. И почти все, что он писал, мгновенно разлеталось за пределы актерской тусовки. Как и эта песенка. Авремо — карманник. С малых лет я стал бездомным. Мне не было и 13. Меня воспитала грязная улица. И получился из меня мировой парень. Я Авремо — заправский карманник. Большой художник, бывалый и легкий на руку. Я не шмыряю по рынкам, как всякие простоватые парни. Я краду грязных, жадных богатеев. Эх, недолго еще длится эта игре. Хворы от побоев и тюремных стен. Я прошу лишь об одном. Чтобы в тот скорбный день, когда я умру, На моей могиле было написано большими золотыми буквами Здесь лежит Авремо. Мастер своего дел, человек с большим сердцем, Человек праведный, как того хотел бы Господь, Если бы, если бы, если бы. Авремо Дальмарвихер Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аплодия создавал DimaTorzok Вернутся-таки часы. Вот видите? Что? Повезло. Повезло. Ну, вернемся немножко все-таки от альтернативных элементов к честным клесверам. К нам. А, я все пытаюсь в это время вернуться к простому исполнительству, чтобы все-таки показать вам ту разницу, ради которой мы сыграли уже столько номеров, а она пока что не видна, потому что все время получается как-то интересно. Почему это получается? Это один из самых важных моментов. То есть, Клезмер, он ни разу, ну практически, давай просто ни разу, не способен сыграть одну и ту же мелодию одинаково. Каждый раз его творческое нутро протестует против одинаковости, и он играет чуть-чуть по-другому, еще чуть-чуть по-другому. Поэтому, это я говорю не шутки ради, это действительно так. Поэтому никогда, и возможно, допустим, если записывать диск, с двух дублей сыграть абсолютно одинаково. Никогда и никаким образом. Поэтому сейчас мы для вас исполним два произведения, надеюсь, коллеги в этот раз меня поддержат. Сначала мы исполним свадебный марш, фундер хрупе. Исполняется, соответственно, при подходе к хрупе. Мы его исполним просто. А после этого мы сыграем одну из наших любимых композиций под названием «Варшавский фрейлакс». И перед ним я объясню разницу, чтобы вы смогли по-настоящему прочувствовать, в чем заключается вот та самая Клезмерская работа. Итак, фундер хрупе. В этот момент обычно патха, тамадам ливийские свадьбы отпускает такие диско-обрезные шуточки. «Варшавский фрейлакс» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «СThat's what» «Lun» «С tranq » «Desnerсть, » «ShThey!' Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И вот, наконец, получилось дать сравнить одно и другое. В первом случае, конечно, музыка идеальна для танцев. Во втором случае, пожалуй, под нее танцевать сложно. Зато она дает совершенно другого качества, эмоциональный эффект, ощущение у слушателей, когда они вот именно по-настоящему сидят и слушают, и им не нужен, вот, скажем так, ритмическая, не нужна ритмическая составляющая просто для танца. Вот это и есть современное, действительно, клесберское искусство. Есть еще несколько моментов, о которых я хотел бы немножко коснуться в рамках нашего концерта-лекции. Существует такой замечательный сборник Мыши Береговского. В нем собрано огромное количество еврейской клесберской музыки, собранной в первую очередь на территориях современной Украины и современной Польши. И в замечательном предисловии Береговского, собственно, Береговский один из наиболее выдающихся музыковедов, занимавшихся еврейской народной музыкальной традицией. И именно ему, на самом деле, принадлежит заслуга введения термина клесбер именно в обиход музыкознания и музыковедения. Хотя, конечно, это слово было изобретено до него, оно очень старое, состоит из клезе, исполняющее напев, еврейское происхождение и послова. Естественно, в разных общинах, в разных диалектах оно произносилось чуть-чуть по-разному, но в наше время самым правильным считается просто клесбер. Так вот, у Береговского есть несколько правил. Как надо играть клесберскую музыку? Вы, конечно, понимаете, любой клесбер, который взял эту книжку и вдруг увидел, правила клесбера. Вот, вот они, сейчас я все узнаю. Итак, правило номер один. Музыку надо играть громко. Просто громко. Собственно, в первом произведении сейчас вы слышали тоже воплощение этого правила. Просто громко. И вы знаете, там есть какие-то отдельные теоретические изыскания, как это было, но реально это как в той шутке. Если босс не прав, смотри, правило номер один. Здесь точно так же. Клесбер играется громко, весело. И, собственно, других таких серьезных правил общего исполнительства в Клесбере нет. Еще один момент. Существуют специфические приемы игроных инструментов, которые мы вам сейчас очень коротко продемонстрируем, чтобы не занимать лишнее время, но чтобы вы тоже их и услышали. Часто можно услышать словосочетания клесберский кларнет, клесберская скрипка. И возникает вопрос, а чем, собственно, они отличаются просто от кларнета или просто от скрипки? Или, мое любимое, что такое клесберский рояль? Сразу представляешь себе этот захудалыш, этот 18 века, этот белый ручка, который они на себе принесли на свадьбу. Весело, конечно. Так вот. Клесберский инструмент – это тот инструмент, на котором у нас играет настоящий клесбер. Собственно, и все. Инструмент конструктивно такой же, как обычный академический инструмент соответствующей эпохи. Но благодаря знанию определенных приемов игры и специфическому музыкальному восприятию получается клесберский инструмент. Сейчас, дорогие друзья, вы услышите основные приемы, которые мы называем мелизматикой, то есть украшениями, которые используются в игре на скрипке. Глобально их три. Алексей Розов сейчас их продемонстрирует. Я бы не стал очень подробно остановиться на каждом из этих приемов. Их действительно основных три. Я бы просто одним музыкальным произведением показал бы, как музыка, известная, скажем, в академических кругах, превращается в музыку еврейскую. Глобально их три. 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 Вот видите, друзья, что такое настоящий эклезмер. Алексей Георгиевич, по сути, ни одной ноты в концерте Сибириуса скрипичным не изменил, буквально несколько украшений. Ну вот, слушаешь, он просто щекунно уже делается от такой отрезмеренной версии классической мозги. Так, с крикой мы разобрались, про кларнет проговорим чуть позже, а равно и про контрабас. А сейчас, дорогие друзья, мы снова обратимся к вокальному творчеству Игорь. И снова на сцене Игорь Белый. АПЛОДИСМЕНТЫ Жил-был в Америке в 20-е годы один эксцинкер. Электричный еврейский миллионер. Звали его Чарльз Ливин. Он очень любил авиацию, у него был даже свой собственный аэроплан. Он хотел прославиться. И хотел, чтобы его пилот на его машине первым пересек Атлантический океан. Но, к сожалению, не успел. Опоздал всего на пару часов. И первым героем стал совсем другой человек. Но Ливин, конечно, расстроился, но не стал сдаваться. И решил, что он сам, через месяц, сам полетит вместе с своим пилотом, Кларисом Чемберлином через Атлантику. А заодно и установит следующий мировой рекорд по дальности беспосадочного перелета. Так все и случилось в июне 1927 года. И в честь этого появилась письма. Автор ее Чарльз Скоя, сценарист Бортвейского театра. А русский текст, который в ней появляется, написал Михаил Стародубцов. Поехали. ПОЕТ Воу Us История Эс В Поют Мы Но рейнген дартнен нитвальзан Эти в рюме дикнам не слойет Зиньем вольт-гезанген вэген гим А петтеки нашням Ливин, ливин, мистер дат ест вулсрол Ливин, ливин, ри виполску на ав Вельчан, Берлин, изгекумен дарт Бисту герэнг, ливин, баулаху на арт Ливин, ливин, ничт гехмерт, ничт гидрат Возду даем номер крольский март Фун брохе сонцол, венчдим дайдис рот Ливин, миттель в мае машин А зой, зой, алле висен шахта И появилось уже в науках Воланольфту, Дортен и Заид Где, какая каша там, еврей Заян в окне, заян крольский март Молодости или великих мук Ливирал из Эрпад и Берлин Ливин, ливин, ты теперь у нас герой Ливин, ливин, ты предок наш сего Где чем Берлин ролит в небеса Ты с ним бурру левого колеса Ливин, ливин, ты не думал никогда Но я историю вписал Тебе твой город, а саму полет Ливин, ливин, миттель в мае машин Ливин, ливин, миттель в мае машин Ливин, ливин, миттель в мае машин Ливин, миттель в мае машин Ливин, ливин, миттель в мае машин Ливин, ливин, миттель в мае машин 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 Ливин, ливин, миттель в мае машин Ливин, ливин, миттель в мае машин 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 Так и поколитель лёгких вершин. Есть такой вопрос. Кто сочинял всю эту еврейскую музыку? Конечно, её сочиняли сами Клесберг. К сожалению, имён большинства тех великих, как бы мы в наше время с нашей позиции сказали, композиторов, неизвестны. Поэтому практически вся ныне существующая старая Клесбергская музыка, он считается просто народной музыкой, как и любые народные песни, народные инструментальные нагреши. Другая ситуация была в 20 веке в том, что касается и песен на итиш. Уже сегодня мы упоминали такого певца, можно сказать, даже Барда Мурдыхая Гибертика. Есть в наших итишистских кругах такая пословица. Почему-то так получилось, что все лучшие еврейские песни написал Мурдыхая Гибертика. И действительно, большинство тех песен, которые я, например, сам знаю на итише из 20 века, они действительно написаны практически все Мурдыхая Гибертика. Но традиция жива, и другие люди сейчас ее продолжают. Получается, это не хуже. Иногда даже с особым юмором. Сейчас вы услышите песню, во вступлениях которой автор очень тонко пародирует манеру начинающих итишских певцов Переводить содержание песен по слову. Обычно скажут что-нибудь такое. У эфен-припечек брэта фаер, у на припечке горит огонек. Дыральные рэбы, старые рэпи, учат деток. И вот так вот минут пять перед песней слушатели ждут, когда начнется музыка. Сейчас вы услышите песню, которую сочинил, и сейчас я вспомню для вас, Игорь Белый. Песня про детство. Киндер-йорн. Я вспоминаю свое детство. Киндер-йорн. У моей дорогой бабушки жило много кошек. Кецелы. Кошка. У первой кошечки была зеленая шерсть, дыгриной шкурки. И она работала музыкантом. Вторая кошечка жила, Индер-крынце, в колодце. На самом дне, но не удывала. А третью кошечку я помню только на ощупь. И это все, что я помню из своего детства. Киндер-йорн. У бабушки эту было три котенка, Три зверька, котята, не собачки. Дом бабушки эту обходили сторонкой, Через бусинки шли мимо водоточки. Ай-бы, шли мимо водоточки, Обходили, как воздушно. Ай-бы, шли через левая, Лечеблемаря осторожно. Ай-бы, ай-бы. Первый котенок был зеленого цвета, Как трава в апреле у калитки. Недобро косился, пропадал до рассвета, Иногда умел играть на скрипке. Ай-бы, умел играть на скрипке Полноумными ночами. Ай-бы, безумными ночами Ничего не замечали. Ай-бы, ай-бы. Накрапывал дождик, облака в обиде, На безветы рее скрывали солнце. Второго котенка так никто и не видел, Его бабушка прятала в домосы. Ай-бы в кустом калсы, На отшиве черного кухня. Ай-бы единственный мактудо, Он в обиде диван и ого. Субтитры создавал DimaTorzok Я помню лето, Месяц на ограде, Стук сапог военных через сень. А третьим мне разрешали гладить По субботам или воскресеньям. Ай-бы, давай гладить, Бабушистой шерсть и лягим нитя. Ай-бы, как плохо помню, Бабушку я эту. Субтитры создавал DimaTorzok Игорь Беалович, его аплодисменты, это «Этл». Сейчас вы познакомитесь с таким жанром, который, в общем, уже его название стало даже налицательным – «Фрейлакс» – «Весёлый». «Фрейлакс» 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 Сейчас мы исполним для вас две песни. Первая из них... Это песня, которую написал Словак Ней замечательный еврейский поэт Ицек Мангер. Музыка к ней Герца Рубина. Называется эта песня Робейнио Там. Наш Ребе Там. И там есть о чем рассказывать. Там это просто имя. Ребе Там это реальный исторический персонаж. Это руководитель еврейской общины во Франции в 12 веке. Он довольно был известен в свое время как великий мудрец Большой Хахам. И остался в народной памяти и в народных преданиях как образ человека, который всегда со всеми спорит, никому не доверяет, все факты перепроверяет по многу разу. И таким образом вошел в народную литературу. И тем более, что он спорил с самим мудрецом Раши. Несмотря на то, что был его внуком. И вот образ нашего Ребе Тама, который изобразил поэт Ицек Мангер, он такой немножко, ну как бы как комикс, такой пародийный немножко. Такой вот Ребе Там, который вот ничему не верит, со всеми спорит. Если в зале есть люди, которые знают идиш, то они могут отметить, как забавно здесь отмечена, показана речь одного из персонажей. В этой песне Ребе Тама пишет письмо турецкой царицы. Так вот, прямая речь царицы отображается в этой песне немецким языком. Это показатель того, что турецкая царица это иностранка. То есть человек, для кого идешь родной, он мгновенно слышит эту разницу и понимает, ага, значит в Турции, значит, иностранцы живут, да, понятно. По-немецки говорят, ну все нормально, все так оно и должно быть. Летела золотая пава и несла любовное письмо. А кто же его написал? Его написала Ребе Тама турецкая царица. И что же она пишет? Она пишет, дорогой Ребе Тама, я не ем, не сплю, так тебя люблю. Что же ты молчишь? А Ребе Тама ничего не отвечает. Чешет бороду и пейс и говорит три раза фе. Зато ему помогает его беленькая косточка, которая живет в стойве. Она говорит ему, ме. А что же говорит Ребе Тама, жена Робина? А Ребе Тама берет скалку и бьет Ребе Тама по голове, приговаривает. У тебя на уме одни шиксы. А где же я? Твоя законная жена. А где же он? ПОГРЫТ Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! А сейчас, дорогие друзья, мы обратимся к еще одной совершенно занимательной теме выдержской песни. Уже, Игорь, уже твоя очередь. Это я буквально пока ты послезал микрофон. Удивительный случай, когда идишской песней становится изначально совершенно нееврейская песня. Это песня из репертуара знаменитого еврейского певца Давида Эшета. Он никогда не выступал на публике, никогда не делал живые концерты, но знаменит своими многочисленными записями. И вот однажды, это было в 1967 году, как раз когда произошла шестидневная война в Израиле, в Америке вышла в поддержку Израиля пластинка, пластинка-гигант. Называлась она «Фарботене лидер» — «Запрещенные песни». На этой пластинке певец Давид Эшет собрал все-все самые известные песни на русском языке. К слову сказать, совершенно никем не запрещенные на самом деле. Но они все были переведены и исполнены на идиш. Отчего у них появилось очень интересное новое звучание. И вот эта песня с этого диска, которая называется на пластинке «Дер Баал Агала» на иврите. Я же в такой смеси, бритые идиши, что переводится как «Хозяин телеги». На идиши это слово звучит гораздо проще. «Балаголы», что-то на русский переводится как «Извозчик». Перевод этой песни сделан замечательным поэтом и переводчиком Маше Сахаром. А исходная песня знакома нам всем. Это песни из репертуара Леонида Утесова, композитора Никиты Богословского. Ну, сейчас вы ее узнаете. «Извозчик» 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 «Узбекай ништезвозчик» «Узбина шофер фунма инферну» «Извозчик» 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 от которого мы с вами очень устали. Но оно неизменно нужно, поэтому мы всегда героически его играем. И сейчас тоже так будет. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня для вас играл ансамбе традиционной юридической музыки Йосеф Кабелье в составе дворета международных конкурсов Алексей Розов-Стрихко. Двое аплодисменты Алексея Розову, сегодня день рождения! Соло на кларнете Михаил Блинков. АПЛОДИСМЕНТЫ Компромисс Михаил Альшуев. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И, конечно же, солист на самом деле традиционной юридической музыки Йосеф Кабелье Игорь Белый. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дорогие друзья, наш коллектив выражает огромную благодарность за, честно скажу вообще, идею проведения этого концерта и за огромную помощь в его организации Евгению Двыдовичу. Благодарим. Также ансамбль выражает благодарность Равину Вайсбергу за неоценимущий вклад в то, чтобы это мероприятие действительно состоялось. Благодарим. Ну и, конечно же, мы благодарим Равину Герло-Лазаре за то, что мы можем быть здесь. Дольшое вам спасибо. Должна быть рекламная пауза в конце. Дорогие друзья, мы ждем вас на наших следующих концертах, но поскольку ближайшие даты нашего концерта пока что у нас мы не можем вам предложить, мы предлагаем вам заходить на наш сайт, который так вот прямо и называется, иванлебедев.org. Да. И на нем найти информацию в нашем коллективе, послушать наши записи и приобщиться к нашему клесбургскому творчеству. Благодарим вас за внимание. Всего вам здоровья.